Здравствуйте дорогие друзья, подписчики и подписчицы, случайные зрители, если вы еще не подписались на наш канал, обязательно подпишитесь. В этом видео мне очень хочется вам рассказать про сирийского хомяка. Сирийский хомяк является одним из самых популярных домашних питомцев. Очень часто хомяки становятся первым животным, за которым ухаживает ребенок, в силу сложившихся стереотипов, чем меньше животное, тем проще уход. Однако не стоит вложить в такой груз ответ ребенка моложе 10 лет. Необходимо понимать, что у этого хрупкого создания отсутствует чувство страха перед высотой. Он с легкостью упадет со стола или выпрыгнет из заботливых рук хозяина. Часто такие падения приводят к перелому позвоночника и, как следствие, обезвиживанию конечностей. Да и в целом, у хомяков маниакальное желание лезть наверх, например, по ковру, или получив каплю свободы во время прогулки по комнате, легко может потеряться по диванам или шкафам навсегда. С другой стороны, сирийский хомяк отнюдь не требовательен к себе. Ему не нужно уделять много времени, как, скажем, щенку, в силу своей слабо развитой интеллектуальной способности. Не нужно убирать на ежедневной основе лоток для туалета, как за кошкой. Он не чирикает в 6 утра, как это делает попугая. Идеальный комочек счастья. Но свои особенности в задержании все же есть, и их необходимо соблюдать. Первое, что необходимо приобрести с покупкой хомяка, это клетка. Соответственно, чем больше будет клетка, тем комфортнее будет жить питомец. Желательно, чтобы размеры были не меньше 40 на 30 и на 30 см в высоту. Учтите, что расстояния между прутьями должны быть минимальными, в противном случае хомяк сбежит. Прутья клетки должны быть достаточно прочными. Хомяк 100% рано или поздно начнет их грызть. Пытаясь совершить побег. И поддон очень желательно, чтобы был пластиковый. Так как деревянные поддоны прогрызаются очень быстро. В качестве наполнителя можно использовать различного рода опилки. Обязательно в клетку необходимо поставить колесо для бега. Хомячок оценит такую заботу. В живой природе, скажу на будущее, хомячок пробегает примерно 5 км в день. Не обязательно, но желательно разместить в клетке всевозможные лесенки и канатики. Как я уже говорил выше, сирийский хомяк отличный скалолаз. Еще необходимо отметить, что хомяки сони, они очень любят спать днем и активничать ночью. Для сладкого сна им просто необходим домик. Если такой возможности нет, положите в клетку специальную вату или сено. Хомяк сам себе сделает гнездо. Ну или, пожалуй, самое необходимое, это нужна еще миска и поилка. Воду необходимо менять максимум раз в два дня. Раз в неделю промывайте поилку или кипятите ее. Что касается кормления, важно помнить, что кормление должно быть разнообразным и полнорационным. Это позволит хомячку дожить до своей старости. Ведь они и так живут недолго, примерно 2-3 года. Сегодня в зоомагазинах огромный выбор всевозможных смесей для сирийских хомяков. Пожалуйста, проследите, чтобы в покупаемой вами смеси присутствовала проса, овес и лен. Отдельно хомячку дают овощи, фрукты и ягоды, различные травки и листья. Палочки фруктовых деревьев еще также дают. При этом в свежих овощах и фруктах содержится жидкости столько, сколько нужно хомячку. Соответственно, вода может и вовсе ему не понадобиться. Помимо воды и кормов, хомяку необходимо предоставить соляной или минеральный камень. Далеко не каждый хомяк видит в нем нужду, однако такой камень необходим в первую очередь для стачивания зубов. К тому же при острой необходимости в минералах и кальциях у хомяка будет возможность помочь своему здоровью. Если вы захотите побаловать любимца, купите ему так называемое лакомство. Это всевозможные подвесные палочки с кормом, шарики и даже пеньки, специальные печеньки и тарталетки. Не стоит давать хомяку мясо и мясные продукты типа сосисок. Они, конечно, съедят предложенную вам и пищу, однако ни к чему хорошему это не приведет. К тому же бытует мнение, что хомяк за временем перестает отличать сосиску от вашего пальца и однажды могут попробовать ваш палец на вкус. Вообще, сирийский хомяк не особо кусается, им это не свойственно, но кусить может, если им стало страшно, больно или ваши руки пахнут едой, вкусным мылом или приятным кремом. Помните о том, что эти животные умственно слабо развиты и осознают только базовые моменты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В разведении хомячки очень простые. Для этого вам понадобится пара мальчик и девочка. При этом партнеров они особо не выбирают и довольствуются тем партнером, которого вы им дадите. Как и многие другие грызуны, ваше участие больше им не нужно абсолютно. Единственное, чем вы можете помочь, так это дать витамины. Ну и, конечно, малышам однозначно нужен дом или гнездо. Рождаются хомяки лысыми и слепыми. Часто бывает так, что неопытная мать может съесть свое первое потомство. Это нормально и мешать ей не нужно. На такой поступок может повлиять множество различных факторов. Но давайте эту печальную тему не будем строгать в этом видео, а поговорим о ней когда-нибудь в следующий раз. Папу хомяка на время родов лучше отсадить. До тех пор, пока хомячки не покроются волосяным покровом. Взрослеют хомячки очень быстро, не успеете и глазом моргнуть, как они начнут уже бегать по всей клетке. Не уверенно, конечно, перемещаться будут по клетке в поисках еды, в поисках мамы. Как только глазки будут полностью открыты и они сами начнут питаться, хомячков можно раздавать. Лучше всего заранее подумать, куда девать приплод. Хомяки размножаются часто и в каждый приплод примерно помещается 5 малышей. На этом видео подошло к концу. Всего вам доброго и до новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»